При Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы прошли Иннокентьевские чтения. Их участниками стали ученики воскресных школ со всей Одесской епархии. Ребята защищали свои научно-исследовательские работы. Подробнее о форуме расскажут наши коллеги. Духовному образованию молодежи уделяется особое внимание, так как без него невозможно представить будущее нашей Родины. Встречи, являющие собой беседу молодого человека со священнослужителем, невероятно важны для воспитания в человеке моральных ценностей. Именно поэтому в Одесской епархии который год поддерживается традиция иннокентьевских чтений, на которых каждый желающий со всех уголков епархии может проявить себя в творческой деятельности. В такой день, когда в зале так много молодежи, участники встречи находят простые слова, чтобы и объяснить такие важные понятия, как вера и нравственность. Встреча была посвящена одной из самых важных для современного миропонимания теме – вера и наука. К сожалению, бытует мнение, распространенное среди обывателей, среди даже верующих людей, что вера и наука друг другу противоречат. Сегодняшнее наше мероприятие – это попытка опровергнуть это мнение. Позиция мировоззрения формируется уже в юном возрасте. Дети учатся в школах, где им приходится сталкиваться с разными гипотезами возникновения мира и его развития. Потом дети приходят в храм, в воскресную школу, где им говорят совершенно другое. Так что же правильно выбрать – веру или науку? Но церковь предлагает не выбирать, а принимать обе стороны и понять, что одно другому не противоречит. И в этот день дети с помощью духовных и научных руководителей пытаются постичь эту непростую тайну. Чтобы дать пользу своей душе, церкви, стране, необходимы твердые убеждения и знания. Они приобретаются только путем труда над собой, исследования. И наши ощущения, прежде всего, призваны привить любовь наших детей, воспитателей в воскресную школу, к науке, к изучению, к исследованию. Как совместить то, что, с другой стороны, на первый взгляд кажется недоказуемым – вера и наука. Как они могут сообразоваться? И мы в этом году надеемся, что дети, воспитанники в воскресной школе, которые писали доклады, они смогли дать для себя ответ на эти вопросы. Прежде всего, это поучительно для молодых людей. Мы можем узнать историю, археологию и другие полезные вещи для нас. Подобные мероприятия дают хорошую возможность по-настоящему верующим людям говорить неверующим или сомневающимся о Христе как можно глубже, на языке современной культуры и молодежи. Ведь именно в этом и заключается суть апостольской миссии.